здравствуйте мои подписчики и гости канала а в этом видео рассмотрим оборудование для перемешивания мясного сырья перемешиванием называется процесс получения однородных систем потребность в перемешивании возникает в производстве в том случае когда требуется интенсифицировать тепловые процессы способы перемешивания выбор оборудования для его проведения определяются целью перемешивания и агрегатным состоянием перемешиваемых сред наиболее распространенные способы перемешивания с помощью мешалок различных конструкций или механическая сжатым воздухом паром или инертным газом или пневматическая с помощью сопел и насосов или циркуляционная непрерывное перемешивание за счет тесного соприкосновения в потоке двух или более разнородных жидкостей или поточные и другие способы а в мясной промышленности наибольшее применение получила механическое перемешивание его используют в качестве основного процесса при производстве колбасных изделий фаршевых консервов полуфабрикатов в качестве сопутствующего при производстве соленых и копченых мясопродуктов пищевых и технических жиров переработки крови клея желатина органопрепаратов и других для перемешивания применяют оборудование периодического и непрерывного действия к первой группе относятся фарш и мешалки а к первой и второй группам фарш и смесители процесс перемешивания фарш и мешалках и фарш и смесителях происходит как при контакте с окружающим воздухом открытое перемешивание так и при разрежении вакуумное перемешивание далее подробнее рассмотрим устройство и принцип действия фарш и мешалок особенности применяемых фарш и мешалок связаны с конструкцией и расположением исполнительных органов лопастей мешалки узлов выгрузки продукта и материалов из которых они изготовлены они бывают горизонтального корытное вертикального чашечные типов в горизонтальных фарш и мешалках исполнительный перемешивающий орган закреплен на горизонтальном валу а в вертикальных на вертикальном в вертикальных фарш и мешалках имеется один или два горизонтальных вала на которых расположены перемешивающие органы эти органы могут представлять собой шинеки лопасти или лопатки закрепленные на вращающемся валу предпочтительной формой перемешивающего органа фарш и мешалок как показала практика являются z-образные лопасти фарш и мешалки могут быть со стационарными и отъемными корытами чашами из-за фарш и мешалок со стационарными корытами фарш выгружают через люки расположенные в нижней торцовой части корыта или его опрокидыванием а с отъемной чашей только ее опрокидыванием детали всех фарш и мешалок соприкасающихся с продуктом выполнены из нержавеющей стали лопасти мешалок могут быть цельными из нержавеющей стали и составными то есть из нержавеющей стали и полимерных материалов второпласт и других соединенных между собой лопасти могут быть изготовлены также из стали и покрыты облуженные пищевым оловом приводной механизма фарш и мешалок электрический с реверсом обеспечивающим вращение перемешивающих лопастей как в одну так и в другую сторону и без реверса то есть лопасти вращаются только в одну сторону загрузка фарш и мешалок в основном механизирована при помощи различных подъемников на слайде представлены схемы мешалок и исполнительных органов лопастей монтируемых для перемешивания каждая фарш и мешалка состоит из корыта в котором установлены две встречно вращающиеся вращающиеся винтовые лопасти приводимые в движение валом винтовые или иные лопасти подбирают так чтобы при их вращении фарш подавался от края в центр а внизу поток был обратным имитируется ручная вымеска чистота вращения лопасти 3 со стороны обслуживания меньше в одну целую три десятых два раза чистоты вращения лопасти 2 винтовые лопасти изготавливают цельно стальными литыми с цапфами 1 и 2 которые ведущими рычагами 5 и 6 соединены с изогнутыми по винтовой линии лопастями 3 и 4 рычаг 7 диаметральный закрепляет свободные концы винтовых лопастей такая конструкция лопастей довольно сложна в отливке и обработки для упрощения предложены составные косо поставленные литые лопасти снабженные разрезной втулкой монтируемой на валу или составные z-образные лопасти со вставным валом в мешалках периодического действия корыто принимает и выдает перемешанную продукцию при загрузке корыто один занимает крайнее нижнее положение его загружают самотеком свыше лежащего этажа вручную или механизировано с пола того же этажа при выгрузке в передвижные тележки или бункер корыто опрокидывают причем уровень разгрузки должен быть расположен на высоте 80 90 сантиметров опрокидывание может происходить путем поворота корыто вокруг оси 2 когда она является осью близ лежащей к выгрузочному фронту мешалки при опрокидывании вручную вокруг оси 3 при гидро и пневмо опрокидывателях когда приводной механизм расположен с одной стороны корыто ось 3 является продольной осью ведущего вала вокруг оси 4 при механических способах опрокидывания винтовое и цепное устройство червячная пара и другие конструкцию опрокидывающих механизмов выбирают таким образом чтобы при повороте корыто не нарушалось сцепление в передачах наиболее рационально для механизированной выгрузки опрокидывание вокруг оси 4 когда уровни загрузки и выгрузки одинаковые мешалки с эллипсообразными лопастями для выемки фарша состоят из поворотного корыто в котором смонтированы встречно вращающиеся лопасти лопасть 2 имеет больший размер лопасть 3 вращается внутри нее их встречное движение дает резкий срез массы и обеспечивает быстрое смешивание компонентов лопасти приводится во вращение шестернями при опрокидывании корыто вращается вокруг оси 6 при помощи червячной пары и рукоятки фаршемешалки открытые периодического действия с опрокидыванием корыто имеют рабочую вместимость 0,15 и 0,34 кубометра фаршемешалка L5FM2M340 состоит из следующих основных узлов станины месильного корыто исполнительных органов их привода и привода опрокидывания месильного корыто станины изготовлены из уголковой стали месильная корыто имеет тепловую рубашку которая обеспечивает подогрев продукта в процессе его перемешивания внутри корыто расположены исполнительные органы в виде двух Z-образных винтовых лопастей вращающихся с различными скоростями 67 и 57 оборотов в минуту сверху корыто закрыто крышкой тепловая рубашка в нижней части имеет два штуцера для подключения горячей воды или пара привод исполнительных органов состоит из электродвигателя 1 калино-ременной передачи и двух пар цилиндрических шестеренных передач привода для опрокидывания корыто состоит из электродвигателя 9 червячного редуктора с передаточным отношением 39 и червячной пары с передаточным отношением 69 червячный сектор который жестко связан через подшипник месильного винта с правой боковиной месильного корыто фарш и мешалка работает следующим образом в месильное корыто загружают продукты закрывают корыто крышкой от электродвигателя 1 через калино-ременную передачу и цилиндрические шестерни приводятся во вращение з-образные винтовые лопасти продолжительность перемешивания зависит от консистенции фарша готовый фарш выгружают опрокидывая корыто в процессе выгрузки фарша исполнительные органы винты вращаются когда выгрузка окончена винты останавливают а электродвигатель 9 включают на обратный ход благодаря чему корыто возвращается в исходное положение блокировка винтов обеспечивается конечным выключателем расположенным в верхней правой части корыто конечный выключатель при открывании крышки отключает работу винтов фарша мешалка FMM150 аналогично устройству и принципу работы фаршемешалки L5FM2M340 фаршемешалка Y2FUB предназначена для перемешивания мясного сырья с ингредиентами при посоле и производстве фарша колбасных изделий на предприятиях мясной промышленности малой мощности фаршемешалка выполнена из нержавеющей стали и состоит из станины на которой закреплены месильная корыто с корышкой и привод фаршемешалка выполнена из нержавеющей стали и состоит из станины на которой закреплены месильная корыта с крышкой и привод. Внутри корыта вращающийся мессильный орган. Для выгрузки фарша корыта опрокидывается. Технические характеристики фаршемешалок с опрокидыванием корыта для выгрузки мясного фарша представлены в таблице на слайде. Фаршемешалка открытая периодического действия со стационарным корытом и нижней торцевой выгрузкой продукта имеет рабочую вместимость корыта 0,15 и 0,335 кубометра. И подъемник для подкатных тележек. Фаршемешалка L5FMB состоит из станины, крышки, мессильного корыта, привода шнеков, шкафа электрооборудования и пульта управления. Станина представляет собой сварную металлическую конструкцию из уголка размерами 63 на 63 мм. Крышка сварная решетчатого типа из нержавеющей стали. Мессильная корыта состоит из картера, корыта из нержавеющей стали, внутри которого расположено два мессильных шнека. Они вращаются от электродвигателя через клиноременную и зубчатую передачи, расположенные внутри чугунной тумбы. Пульт управления представляет собой кнопочный пост и расположен на тумбе. Шкаф электрооборудования прямоугольной формы закреплен на стенке отдельно от машины в удобном для эксплуатации месте. Станина и тумба фаршемешалки закрыты металлическими облицовочными листами. Загрузка фарша в корыта осуществляется загрузочным устройством при открытой крышке, а добавление соли и других специй производится через отверстия в крышке. Фарш перемешивается мессильными шнеками в корыте, которая закрыта защитной решетчатой крышкой. На правой торцевой стенке корыта находятся люки, предназначенные для выгрузки фарша. Блокировка вращения мессильных шнеков обеспечивается конечным выключателем, расположенным на боковой стенке корыта. При подъеме крышки более чем на 100 мм контакт конечного выключателя размыкает цепь питания магнитного пускателя и электродвигатель выключается. Аналогичную мешалке L5FMB конструкцию имеет фаршемешалка L5FM2U335. Она состоит из станины, мессильного корыта, привода, шнеков, механизма загрузки, правой и левой крышек, шиберного устройства и электрооборудования. Фарш перемешивается мессильными шнеками в корыте, закрытым двумя решетчатыми крышками. Загружается фарш в корыто загрузочным устройством, выгружается мессильными шнеками через люки, которые открывают вручную, вращая маховик по ходу часовой стрелки. Технические характеристики фаршемешалок с торцовой выгрузкой фарша представлены в таблице на слайде. Перемешивание под вакуумом приводит к улучшению качественных показателей продукта. Улучшается цветообразование, консистенция, товарный вид продукции, предотвращается появление морщин на колбасной оболочке, увеличивается срок хранения и тому подобное. Фаршемешалка вакуумная L5FMV630 предназначена для приготовления под вакуумом фарша путем перемешивания измельченного мяса с другими компонентами, предусмотренными рецептурой, а также для посола под вакуумом шрота и мяса в кусках массы не более полукилограмма. Фаршемешалка состоит из каркаса, месильного корыта, вакуумной крышки, месильных шнеков, их привода, механизма загрузки, гидросистемы, системы вакуумирования, электрооборудования. Окна и проемы стального каркаса закрыты крышками и панелями из нержавеющей стали. Корыта соединяется с каркасом болтами. Гидравлическая станция шарнирно прикреплена к передней стенке каркаса через резиновые амортизаторы. Гидромеханизм подъема и опускания тележки к задней стенке. В специальной нише задней стенки смонтирован электрошкаф, пульт управления выносной. Месильная корыта представляет собой свараную емкость специальной конструкции из листовой нержавеющей стали. На передней стенке имеется устройство воздухозабора. В нижней части левой торцовой стенки окна для выгрузки фарша, которые герметично закрываются шиберными заслонками. Два спиральных шнека внутри корыта обеспечивают перемешивание компонентов и выгрузку фарша. Вращение шнеков осуществляется электродвигателями через червячный редуктор с двумя выходными валами. Вакуумная крышка с резиновым уплотнением по периметру. При прижатии к фланцу корыта герметизируют смеситель. Работа фаршемешалки начинается с подъема крышки. Рычагом подъемника поднимают и опрокидывают тележку с сырьем в корыто. После закрытия крышки включается вакуум-насос. Перемешивание длится 3-4 минуты при остаточном давлении 0,25 мегапаскаль. Движениями крышки механизмом загрузки управляет оператор. Основной технологический процесс перемешивания с реверсированием месильных шнеков, вакуумирования и выгрузка готовой продукции он может выполнять при ручном и программном управлении. Заданная величина вакуума в корыте поддерживается автоматически. Аэрационный клапан для уравнивания давления воздуха в корыте с атмосферным открывается автоматически перед подъемом шиберов для выгрузки фарша. Готовый фарш выгружается через торцевые отверстия месильного корыта, в напольные тележки или в приемную воронку межэтажного спуска. Фаршемешалка вакуумная FMV 015 предназначена для перемешивания под вакуумом кускового мяса и фарша с составными компонентами при производстве колбас на предприятиях мясной промышленности малой мощности. Она состоит из станины, на которой установлены корыта и привод. Внутри корыта вращаются два вала с закрепленными на них спиральными шнеками. Выгрузка производится при открытии заслонки. Эффективность перемешивания и быстрая выгрузка обеспечивается спиральными шнеками с реверсивным приводом. Технические характеристики вакуумных фаршемешалок представлены в таблице на слайде. Фаршемешалки модели Карла Шнелли ГМБХ Энд Ко Германия, сокращенно называемые КС, имеют следующие типы 740, 745, 750, 755, 756, 757, 790. Схемы представлены на слайде. Рабочий объем их в зависимости от типа составляет от 460 до 6100 литров. Они снабжены подъемниками вместимостью от 200 до 800 литров. Фаршемешалки КС предназначены для перемешивания мясного фарша и других измельченных пищевых продуктов с компонентами. Фаршемешалки разработаны на основе самых передовых технологий. Их прочная конструкция соединяет в себе высокую производительность при длительной работе, большой срок службы и простоту в эксплуатации. Благодаря этому фаршемешалки КС идеально подходят для создания экономичного и качественного производства. Благодаря обмену опытом со многими потребителями по всему миру и последовательному усовершенствованию, КС-мешалки превратились в синоним качества переработки пищевых продуктов. Объем фаршемешалок КС от 430 до 6100 литров. Ассортимент фаршемешалок включает множество различных типов, которые оборудованы различными дополнительными устройствами. Различные модели вала, миксера, эргономичная панель управления с возможностью программирования времени смешивания, времени остановки и выгрузки. Простая система загрузки продукта. Подъемные устройства, конвейерное оборудование, предварительное взвешивание продукта. Фаршемешалки КС имеют автоматический дозиметр воды. Температурный датчик, прямую подачу пара, вакуумное оборудование, углекислотную систему для охлаждения. Двойную рубашку системы нагрева и охлаждения. Устройство формирующие блоки, подъемные устройства для контейнеров от 200 до 800 литров, систему очистки СИП, задающий контроллер с цифровым терминалом и программное управление СПС. Фронтальную выгрузку с пневматическим приводом. Высота выгрузки приблизительно 740 мм с выгрузным бункером для 200-литровой стандартной тележки. Два параллельных миксирующих вала с лопастями. Они выполнены из нержавеющей стали, за исключением пневматики, двигателя, передачи и зубчатого колеса и имеют две скорости перемешивания. Далее рассмотрим устройство и принцип действия фаршесмесителей. Фаршесмеситель периодического действия с отъемной чаши имеет две части. Стационарную и передвижную. Стационарная часть фаршесмесителя состоит из плиты, пустотелой стойки и кулачковой мешалки. В верхней части стойки расположен червячный вал 9, вращающийся в двух подшипниках. Червячный вал 9 вращает червячное колесо 8, которое жестко связано с валом кулачковой мешалки. Вместе с червячным колесом 8 мешалка может вращаться вокруг центра червячного вала 9, что необходимо при смене чаши. В нижней части расположен электродвигатель, который через цепную передачу 10 приводит во вращение червячное колесо 8 и кулачковую мешалку. Кроме того, электродвигатель через цепную передачу 13 вращает червячный вал 14. Передвижная часть фаршесмесителя состоит из чаши, которая укреплена на валу червячного колеса 3. Чаша и червячное колесо 3 находятся на трехколесной тележке. Смеситель имеет предохранительный щит, прикрепленный к рычагу пускового приспособления. Фаршесмеситель работает следующим образом. Чашу загружают и она на тележке подается к стационарной части фаршесмесителя. Для правильного и точного сцепления червячного вала 14 с червячным колесом 3 на плите имеются специальные канавки для колес чаши и фиксатор для платформы тележки. После зацепления червячного вала 14 с колесом 3 мешалка опускается в чашу. Опускаются также предохранительный щит и рычаг. Включается электродвигатель и начинается перемешивание продукта. В процессе работы чаша непрерывно вращается вокруг оси червячного колеса 8, чем обеспечивается равномерное перемешивание продукта. После окончания перемешивания выключают электродвигатель, поднимают рычаг вместе с предохранительным щитом и чашу на тележке откатывают от стационарной части фаршесмесителя. Фаршесмеситель непрерывного действия – это составная часть комплексов или агрегатов оборудования, предназначенных для выполнения нескольких технологических операций в непрерывном потоке. Кроме того, их можно эксплуатировать самостоятельно. Смеситель АА1ФЛБ-1 входит в состав комплекса оборудования для посола мяса АА1ФЛБ и комплекса оборудования для фарша приготовления АА1ФЛВ. В комплексе оборудования для посола машину применяют для смешивания предварительно измельченного на волчке сырья говядины, свинины с рассолом, а в комплексе оборудования для фарша приготовления для смешивания тонко измельченного фарша со шпиком при выработке вареных колбас. Основные сборочные единицы смесителя АА1ФЛБ-1 со шнековой выгрузкой. Коробка передач, привод коробки передач, перемешивающих шнеков, сварная рама, коробка передач шнекового выгружателя, месильная корыта со спиралиобразными перемешивающими шнеками, фарш и привод. Месильная корыта – это сварная конструкция из нержавеющей стали. Крепится к торцевой части станины с помощью болтов. Шнековый выгружатель состоит из сварного корпуса с насадкой и шнека, изготовленных также из нержавеющей стали. Привод перемешивающих шнеков и шнекового выгружателя осуществляется от мотор-редукторов и через цепные передачи. Смеситель работает следующим образом. Взвешенное мясное сырье загружают в месильное корыто, куда одновременно подают другие компоненты рецептуры. Сырье и составные компоненты захватываются спиралиобразными шнеками и перемещаются до равномерного распределения составных частей. Готовый продукт выгружается из смесителя шнековым выгружателем. Смеситель А1FLV2 состоит из насоса питателя с приводом фаршепровода сварной рамы месильного корыта со спиралиобразными перемешивающими шнеками привода коробки передач звездочки. В качестве насоса питателя фаршесмесителей установлен эксцентриково-лопастной насос для транспортирования по трубам готовой массы. Для транспортирования фарша применяют также фаршевый насос А1FLV3 и установку А1ФМК. Месильная корыта – это сварная конструкция из листовой нержавеющей стали, крепится к торцевой части станины с помощью болтов. Насос питателя состоит из корпуса, ротора и механизма для изменения производительности. Привод перемешивающих шнеков насоса питателя осуществляется от мотор-редукторов. Взвешенное сырье загружают в месильное корыто, куда одновременно из соответствующих дозаторов поступают основные компоненты фарша. Сырье и основные компоненты фарша захватываются спиралиобразными шнеками и перемещаются до равномерного распределения составных частей. Продолжительность процесса перемешивания устанавливают в зависимости от технологических требований. Готовый фарш через горловину корпуса эксцентриково-лопастного насоса подается к вращающемуся ротору с лопатками. Под давлением, созданным насосом, сырье по фарше проводу поступает на последующую технологическую обработку. В линиях приготовления фарша для котлет и пельменей устанавливают лопастные непрерывно действующие фаршесмесители. Лопастной фаршесмеситель состоит из корыта, внутри которого смонтирован вал с косо поставленными лопастями и откидной крышки ротационного насоса. Перегородки, препятствующие свободному продвижению фарша, увеличивают длительность пребывания его в рабочей части машины. Двухвинтовой насос подает фарш в машину для последующей обработки. Он приводится в действие валом через цепную и коническую передачи. Смеситель работает от отдельного электродвигателя мощностью 4,5 кВт через редуктор. Технические характеристики фарша смесителей представлены в таблице на слайде. Для интенсификации процесса перемешивания применяют вибрацию. Вибросмеситель Я8ФСД предназначен для приготовления пельменного теста в непрерывном потоке с применением вибрации. Каркас сварной конструкции из нержавеющей стали служат для размещения в нем всех узлов. В вибросмесителе непрерывно замешивается тесто. В корытообразной чаше с двумя вращающимися навстречу друг другу валами с лопатками. С одновременным наложением вибрации на чашу и валы. Смеситель оборудован блокировкой, не позволяющей ему работать при открытой крышке чаши. Работа осуществляется в автоматическом режиме с пульта управления. Вакуумный вибросмеситель Я2ФСД предназначен для посола и перемешивания мяса и фарша при производстве ветчинных и колбасных изделий с использованием вибрации. Состоит из станины, вибраторы мешалки, вакуумной и пневматической систем, электрооборудование, подъемника. Вибрация корытосмесителя осуществляется с частотой 16 Гц и амплитудой колебания 2-3 мм. Продолжительность процесса перемешивания составляет от 3 до 25 минут. Загрузкой и выгрузкой продукта управляет оператор с пульта. А перемешивание и виброобработка под вакуумом происходят автоматически. В конструкции машины предусмотрена прозрачная откидная крышка, позволяющая оператору контролировать процесс визуально. Использование вакуумного вибросмесителя исключает выдержку сырья в посоле, увеличивает выход и улучшает качество готового продукта, способствует рациональному использованию сырья, сокращению площади охлаждаемых помещений с одновременным уменьшением расхода холода, снижению доли ручных операций, улучшению организации труда. Технические характеристики вибросмесителей представлены в таблице на слайде. Далее в этом видео рассмотрим требования безопасности при эксплуатации перемешивающего оборудования мясоперерабатывающих производств. Лица, допущенные к работе на машине, должны быть ознакомлены с ее устройством, знать правила технического обслуживания и эксплуатации и пройти инструктаж по технике безопасности. Перед пуском мешалок и смесителей необходимо убедиться, что нет угрозы обслуживающему персоналу. Приводы исполнительных органов, лопастей, шнеков и опрокидывания корыта должны иметь надежное ограждение. Фаршемешалки с опрокидывающимися корытом должны иметь устройство, надежно фиксирующее его в любом положении. У фаршемешалок и фаршесмесителей с торцевой выгрузкой на люках для выгрузки фарша предусматриваются решетки, сблокированные спусковым устройством и исключающие возможность попадания в зону вращения шнеков рук работающего. Крышки на люках должны иметь уплотнительные резиновые прокладки и поджиматься к стенке специальной ручкой. Выгружать фарш из корыта фаршемешалки следует только вращающимися лопастями при вертикальном положении корыта и закрытой решетчатой крышкой, оставляя установленный зазор между корытом и решеткой для свободного прохода фарша. Категорически запрещается открывать крышку корыта при наличии напряжения на машине во время санитарной обработки. Запрещается открывать предохранительную решетку, просовывая через нее руки, разгружать вручную фарш до полной остановки лопастей фаршемешалки. Также запрещается загружать и добавлять сырье в фаршемешалку при вращении лопастей. Менять направление лопастей можно только после полной их остановки. Фарш составитель не имеет права оставлять без надзора включенную машину. Необходимо держать в чистоте рабочие места, не допускать скопления отходов около них. В этом видео мы рассмотрели устройство и принцип действия перемешивающего оборудования мясоперерабатывающих производств. Фаршемешалок и фаршесоставителей. А также требования техники безопасности при работе с этим оборудованием. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!